Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Подошло время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите ближайшие 15 минут. Разнокалиберный конфликт. В Анапе ссора закончилась перестрелкой с использованием нескольких видов огнестрельного оружия. Один человек погиб, второй тяжело ранен. О борьбе с коррупцией, предоставлении жилья и многом другом, говорили сотрудники анапской полиции с одним из кандидатов на пост главы города-курорта. Будущее курорта глазами школьников. В Анапе подвели итоги конкурса «Какой я вижу Анапу» через 10-15 лет. Прошедшей ночью в Анапе на оптовой продуктовой базе на углу улиц Астраханская и Некрасова произошел конфликт с применением огнестрельного, гладкоствольного и травматического оружия. Весь день оптовая база была оцеплена сотрудниками полиции и местным казачеством. Вход и проезд запрещен. Вот на этой синей, плотно тонированной, с низкой посадкой лади-приори приехали двое участников конфликта. На месте происшествия были найдены гильзы калибра 9 мм, гильзы 12-го калибра, обрез охотничьего ружья, принадлежность которых устанавливается. Мотивы совершения преступления пока еще не выяснены, но принимаются меры для их выяснения. Также нам известно, что в ходе совершения преступления использовалось несколько видов оружия, поскольку на месте происшествия найдены гильзы различных калибров. Принадлежность одного из охотничьих оружий, которое обнаружено тут же на месте происшествия, сейчас выясняется. Следствием также располагает информация, что мужчин доставили в больницу неизвестные люди, которые приехали на автомобиле. Они также сейчас выясняются. Проводятся необходимые следственные действия. В результате перестрелки один из участников получил серьезные ранения, несовместимые с жизнью. Второй мужчина на вертолете санитарной авиации доставлен в краевую больницу Краснодара, где принимаются меры по его спасению. Ни одной камеры наружного наблюдения на этой базе нет, поэтому восстанавливать картину происшествия придется по множественным следам от пуль. Следственным отделом по городу Анапа возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц на территории Анапы, которое произошло сегодня ночью. Уголовное дело возбуждалось по факту поступления в больницу двух человек, это 22 года и 44 года, с огнестрельными ранениями. Впоследствии 44-летний мужчина скончался от полученных ранений. Произошла стрельба, в которой участвовало несколько человек, точное количество устанавливается, личности и роли этих людей также устанавливаются. С целью поиска и задержания преступников по горячим следам на курорте ведется операция «Вулкан-4». На данный момент сотрудниками органов внутренних дел и следственного комитета ведется расследование, в ходе которого будут озвучены причины перестрелки, ее участники и оружие, которым были нанесены тяжелые увечья двум мужчинам. И к другим новостям. Законопроект о детях войны рассматривается уже давно на государственном уровне. Его разработка связана с необходимостью признания тяжелого жизненного пути людей, чье детство совпало с войной. Многие в раннем возрасте остались без родителей, испытали голод, работали с малых лет, подорвали здоровье. И государство должно взять их под защиту. Но ввиду того, что парламентарии пока так и не пришли к общему мнению, законопроект остается всего лишь проектом. Между тем в Анапе увеличилось число обращений в социальные службы с вопросами предоставления льгот детям войны. Но законных оснований удовлетворить их просьбы пока нет. Категории льготников «Дети войны» на сегодняшний день у нас не существует. И законодательно осуществлять им какую-то помощь, социальные выплаты мы не можем. И тем более этот вопрос не может быть решен на местном уровне, на уровне муниципальной власти. Поэтому, уважаемые анапчане, мы будем следить за теми новостями, которые будут приходить из Государственной Думы. И как только эта категория будет определена, и однозначно все положенные выплаты по этой категории, когда она будет определена законодательно, будут произведены. До выборов главы муниципального образования город-курорт Анапа осталось всего три дня. 24 марта анапчане определятся, кому доверить управление курортом. Один из кандидатов на пост мэра Анапы, Сергей Сергеев, встретился с работниками анапской полиции. Речь шла о конкретных проблемах, с которыми работники правопорядка сталкиваются как на работе, так и в обычной жизни. Темой беседы стали борьба с коррупцией, незаконным строительством, обеспечение правопорядка на дорогах, создание дополнительных мест в детских садах, предоставление многодетным семьям сотрудников МВД земельных участков. Свой разговор с анапскими стражами правопорядка кандидат на должность мэра Анапы начал с вопросов экономики и бюджета. Ведь от его наполняемости зависит, как будут выполняться все социальные обязательства власти. Резерв сразу сказали, что у Анапы огромный, и мы будем зарабатывать эти деньги, и уже зарабатываем доходную часть бюджета, чтобы тратить на благополучие территории, на комфортность проживания на территории и исполнение своих социальных обязательств перед населением. Сергей Сергеев намерен заняться наведением порядка, связанным с предоставлением земельных участков многодетным. Опыт в этом деле у него большой. Я проживаю в поселке Виноградного, но, насколько я знаю, сейчас право, право такая, выдают земельный участок, где они там, в Чиконье, в Юровке и еще дальше. Вообще, возможно, смотри, что к этому, это земельный участок, вы будете брать поселку Виноградного. В Виноградном сейчас на очереди 11 человек, вы будете 12. Если обратитесь, выделять будем не в Чиконье, не в Джигинке, а где-то в районе Виноградного, допустим. Не менее актуальная тема – очередь в детские сады, которую Сергеев намерен ликвидировать. По мнению кандидата, это связано с повышением уровня доверия к государственной системе дошкольного образования и с увеличением числа родителей, желающих устроить детей в садики раньше, чем планировали первоначально. У нас сегодня в очереди стоит 3816 детей. Это неправильно. Так быть не должно. Развитие инфраструктуры курорта, а именно газификация, энерго- и водоснабжение, не может идти только за счет бюджетных средств. Нужно привлечение сторонних инвестиций, считает Сергей Сергеев. Курорт должен быть привлекательным для инвесторов, а для его жителей – городом, приносящим стабильный доход. Начальник отдела ГИБДД Анапы Александра Бондаренко интересовала, каким образом будет вестись контроль за строительством многоэтажек на территории курорта. Функции согласования дорожного движения при сдаче объектов в эксплуатацию на полицию невозложны. А между тем, вместо трехэтажных зданий появляются пятиэтажные. Происходит застройка переклестков. Наличие мест для парковки небольшое. Все это не лучшим образом сказывается на организации дорожного движения. Принятие генерального плана и создание технического совета позволит упорядочить работу в сфере строительства, считает Сергеев. Когда сотрудники полиции войдут в техсовет, тогда с застройщиками можно будет согласовывать будущие проекты строительства. Что же касается ветеранов полиции, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, то здесь необходимо выходить с ходатайством непосредственно на руководство Министерства внутренних дел. Опыт у него был работы в правоохранительных органах и очень серьезный опыт. Все вопросы были освещены очень достойно, грамотно. Нам понравилось. Другие кандидаты на пост главы города информацию о ходе своих предвыборных встреч на сегодняшний день не предоставили. В Анапе продолжается месячник по санитарной очистке и благоустройству города. Уборка ведется не только в курортной части Анапы, но также на пустырях и побережье. В связи с тем, что в городе-курорте прошли сильные ураганы и безусловно это большое количество и опавших веток, и большого количества бросов мусора, сегодня на этом данном субботнике мы принимаем активное участие, чтобы вычистить наш город, чтобы город наш стал еще лучше, еще краще. На субботник вышли студенты вузов и СУЗов курорта. Им предстоит очистить от мусора поле в третьем микрорайоне, пустыря микрорайон Алексеевский и территорию перед торговым центром Красная площадь. Мы очень хотим видеть наш любимый город чистым. И вот мы вышли на такую замечательную акцию в субботник, убраться, и это замечательно. Территория достаточно примечательная для курорта. Построили благожиданную Красную площадь. Людей очень много посещают эту территорию, или не очень хочется, чтобы она была в таком нелицеприятном виде. Поэтому помогаем, чтобы город-курорт процветал, был красивым. Санитарный месячник продлится до 15 апреля. Управление жилищно-коммунального хозяйства призывает всех собственников жилья навести порядок на своих придомовых территориях, чтобы чистый и цветущий город радовал анапчан и гостей курорта. В гимназевре состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги конкурса сочинений на тему «Какой я вижу Анапу через 10-15 лет». Идею проведения такого конкурса предложил еще в январе исполнявший тогда обязанности главы курорта Сергей Сергеев. Цель – предоставить детям возможность принять участие в формировании будущего Анапы. Самые лучшие идеи и предложения лягут в основу реального плана развития курорта. Более 700 анапских школьников с энтузиазмом откликнулось на призыв. Поэтому жюри было очень нелегко выбрать лучших из лучших. У нас очень много талантливых ребят, она пославится талантами. Была идея такая – отобрать самые лучшие конкурсные сочинения. Мы обязательно направим, мы их уже сформировали в главе будущего нашего города, чтобы он включил их в свою программу социально-экономического развития. Все работы достойны внимания. В каждой отражены любовь и забота о родном городе. Дети видят курорт, утопающий в цветах сиреней и акации, с множеством зеленых парков и аллей. Также хотят в будущем спортивный развлекательный комплекс со скалодромом, роллеродромом и ледовым катком. Мечтают оснастить каждую школу и детский сад бассейном, открыть Диснейленд. Но есть предложения и о насущном. Жилье доступным станет непременно не для Москвы, для жителей Анапы. Строительство растет все непременно, квартиру пусть получит мама с папой. Я вижу наш курорт круглогодичным, спортивным, фестивальным, молодым. По-гречески, немножечко античным, с бассейнами целебнейшей воды. Конкурсные работы поступали не только из городских, но и сельских школ. Например, Настя Игнатова из Варваровки призналась в любви к своему селу. Но заметила, что ему очень нужен газ, хорошие дороги и тротуары. Через 10-15 лет Варваровка превратится в красивую, живописную зону. На горных склонах разместятся уютные домики. К ним протянут канатную дорогу для удобного спуска к морю. Каждый дом в селе будет утопать в зелени. По селу будут всюду красивые клубы с разными цветами. Авторам самых интересных сочинений, подружные аплодисменты всего зала были вручены дипломы участников и победителей. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. Центр занятости населения города Анапа приглашает работодателей и соискателей на ежегодную городскую ярмарку вакансий, который состоится 26 марта с 10 до 12 часов в Центре культуры Родина по адресу город Анапа, улица Астраханская, 2. Справки по телефону 402-38. А далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В пятницу 22 марта в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 11-14 градусов выше нуля, ночью около 9 со знаком «плюс». Ветер юго-восточный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте в 8 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Продолжение следует...